Утро Дня Защитника Отечества для любителей спорта началось не под одеялом, а в спортивном парке отдыха. Лыжа-роллерная трасса в очередной раз стала точкой притяжения для всех, кто предпочитает ленивым выходным, активные. Зимний фестиваль ГТО в Одинцовском районе стал традиционным. Сегодня у нас более 600 человек только заявились на забеге. И я думаю, что по фактическому участию гораздо больше количества. Здесь даже можно определить. Большой очень наплыв людей. И очень рады, что откликнулись. Рады то, что это место уже является мягкой для проведения крупных, мощных соревнований. Не только в Одинцовском районе, но и всей Московской области. Если в прошлом году участники фестиваля сдавали классический комплекс ГТО, то в этом к нему добавилась лыжная гонка. Сдача нормативов проходила по 11 возрастным категориям на разных дистанциях. От одного до пяти километров. Самые юные спортсмены бежали один. По их словам, главное здесь не победа, а хороший результат. К тому же для некоторых ребят эти соревнования были первыми. Я первый раз была на забеге. Мне очень понравилось. У меня были такие ощущения, как будто я заняла первое место. По словам организаторов, сдача нормативов интересна не только спортсменам, но и любителям здорового образа жизни. Прошлый ГТО фест собрал свыше полутора тысяч человек, где самому юному было всего 6 лет, а самому взрослому 72 года. В этом году все желающие смогли проверить свои силы и в лыжных гонках. В этом году замечательный такой снежный сезон. Я знаю, что и у нас в школах это четверть, это триместры. Также дети провели на лыжах, на свежем воздухе. И то, что сегодня такой замечательный праздник, День защитника Отечества, вышли все наши поселения, администрации, наши школы. Это же прекрасно. Люди на свежем воздухе, они получат такой заряд хорошей бодрости, такого хорошего, знаете, праздничного настроения. Помимо лыжной эстафеты, на парковке спортивного парка отдыха был установлен шатер, в котором сдавались классические нормативы ГТО. Прыжки в длину, подтягивания, отжимания, наклоны вперед и рывок гири. Дарья Сутягина, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.